Вам придется проехать так примерно минут 20-25, там пройти пограничный контроль, поэтому приготовьте, пожалуйста, все свои документы, у кого они есть. Почему там пограничный контроль? Потому что Глеб не может без пограничного контроля. Если бы у нас игра была по того, как же называется, где готовить нужно. Про Уверкухт. Про Уверкухт, то у вас все равно был бы пограничный контроль. Когда вы назад во времени телепортируетесь, вот как раз вы там. Если вы его не пройдете, все, гейм овер, у вас отправляются, все кончено. Вы проходите в будку. Значит, там за стойкой развалился такой довольно-таки полненький мужчина, который смотрит на вас. Человек. Человек, да. Вот классе вас это человек в фуражке, круглой кучей инструкций разнообразных находится. Вот, он смотрит на вас. Свежее мясо. Он по ним кресло скрипит. Он попрошу к вам. На ваши документы попрошу. Ну, собственно, паспорт, наверное, там виза должна быть, да? Да, короче. Все, короче, да, документы. Он сразу смотрит на камеру Семеновича. Разрешение на паровоз записывающей техники. Да, 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 Семен Семенович сейчас смотрю, потому что... Семен Семенович стоит, как вкопанный, как бы... Прокинь, общество... Нет, знаешь, что? Да, прокинь, общество легкое. Просто успех. Не нужно никакого дополнительного разрешения. У вас все необходимые... Вот в этих бумагах, которые ты предоставил, указано, что в стоимость билета включен провоз всего необходимого оборудования. Кроме того, у тебя есть виза журналиста к этому. И там все это написано. Короче, он явно просит то, чего, ну, как бы, не нужно. Ну, вообще-то, вот в визе указано, что мы журналисты. И там все уже оплачено. Окей. Он смотрит на что-то там. У вас перевес. Перевес чего? Просто ваш перевес. Вы слишком много вести. Вы доплачивали за перевес? Прокинь... Что-то интересно. Прокинь общество элементарное. Без этих самых. Общество... Ну, твое то же самое, только без... Я понимаю, что это чушь, наверное, всего. Это три успеха. Это самое ленивое и самая просто, как бы, наглая попытка вымогать взятку, с которой когда-либо сталкивался. Вы давно себя в новостях видели. Хотите попасть туда? Слушай, так, давай... Федеральную хронику. Твоя угроза против его... Есть угроза. Это, смотри, в социальных навыках, там сейчас называется... Запугивание, обман... Запугивание. 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 Ну, блин, вот с этим, конечно, проблема, но ладно. Прось его выдержки. Успех, два преимущества. Я ускоряю явно процесс этого. Да ладно, что, я говорю, господи, пошутить уже, глядя! Он резко меняет в лице все равно, наверное, грустное и... Стоп, это не Тарас Пастушенко. Нет, Тарас Пастушенко потом будет. Это просто пограничник, он низко, господи. Сейчас, давай. Ладно, он берет документы, начинает проверять и выписывать. Ты видишь, что Семен Семенович на всякий случай, он снял этот самый объектив с камеры. И кажется, его камера что-то пишет. Ну, так, просто на этот самый... Нет, он пишет и пишет, все хорошо, да. Да, как бы, если что, вы ее просто с этой флешки удалите потом, если это не понадобится. Вот, минут пять он тратит на вот это, чем-то там бубнит. Ну, в конце концов, он это самое, смотрит на тебя недобрым взглядом. Фактически швыряет, он документы дают. И кивает, мол, проходите. И тыкает на кнопку, и вы слышите, вот, снаружи, что находитесь, такой, в руке, бум! И красный такой сигнал, типа, следующий. Ну, я сбираю все документы и ухожу. Потом, ну, то, что Семен Семенович, а я английский сомневаюсь. Ну, значит, я, вот, палочку нахожу. Ты понимаешь, что, ну, как бы, ты под... Ну, то, с кем сталкиваются все персонажи, ты можешь туда залезть. Ты даже не видишь, что там, он просто сидит и не знает, что кто-то вошел. Что, даже открывшаяся дверь его не беспокоит? Ну, сквозняк какой-то. Хотя она стакилограммовая металлическая штука. Тогда я делаю так и пытаюсь подтянуться. Он, у него шерезок зон. А! Он достает табильное оружие, значит, и падаешься. Шлямой смотришь. Окей, пройди легкую проверку координации. А! Так, координация, это что у нас? Это ловкость, видимо? Ну, там написано сейчас. Координация где она у нас? Координация под компьютером. Ну, тебя нету. Координация чисто ловкость кидает. А, то есть у меня вот два... Три зеленых кубика. Да, два-два. У тебя ловкость, Вася, да, я не знаю. Кот, странный кот. Я успешно... Да, ты приземляешься на... На четыре лапы. На четыре лапы, да. У тебя два успеха, потом ты приземляешься на две лапы. На две лапы, да. Слушно. Собственно, да, ты слышишь выстрел. Ты слышишь выстрел, но он промахивается. У меня шляпа целая. Да, да, он ничего не заделывает. Ты все еще снимаешь? Спрашиваю. Он молча кивает. Ну, мы пытаемся... Ну, известно, что ты понимаешь, что пушка, его звуковая направо не туда. Скорее всего, очень сильно приглушенный будет звук. То есть, ну, камеры, они, насколько я знаю, снимают, обычно стараются вот куда направленное изображение, а тут снимают. Но звук настолько громкий. Открыть обратно дверь можно посмотреть? Можно. Ну, как бы... Я понимаю, что это... Нет, ну, как бы я в том смысле... Открывается, я не знаю, за нами дверь может... Ты видишь вот этого толстяка, который держит свой дабельный пистолет? Спокойно, товарищ, я уже вошел. Он так смотрит вниз, видит кота. А! Унтерминж! Понятно, как бы... И он садит, и тут он замечает тебя. Я сказал, идите! Что приперлись? Обычный рабочий момент. Да, мне с моей стороны выстрел не слышно. Слышно. А! И те, которые говорят, тоже слышат. А-а-а... Ну, как бы, кто говорит? Ну, вот там... Хрюм, хрюм, хрюм. Хрюм. Да, они так посмотрели в сторону, и... Опять, знаешь, причем с таким выражением, типа, ну, опять. Как бы, и хрюм продолжает Геннадия пытаться чем-то уже более-менее по-доброму, и Геннадий машет ему в ответ Берешок, типа, ну, что-то... Ну, кинь, извините, поживой с плечами. Ну, я достаю документы, выкладываю... Тебе прибудутся вот так вот документы? Ну, мы, как бы, понимаем, что обошлось без жертв, к сожалению. Ну, не знаю, если, конечно, какой-то, если она не устремила случайно. Семен Семенович говорит то, что Иваныч бы обделался радостью. Да, я поэтому... Ну, здесь ваши документы, спрашивает он в пустоту. Он не собирается перегибаться теперь снова. Эээ, так, ясно, подумаю, приходится, видимо, карабкаться на стол. Он уже не достает пистолет, но тебе так неудобно. Он вперед? Смотрит тебя. Вроде похож. Так. Ты бы уже колебала. К сожалению, здесь, скорее всего, не будем такого. Спья. Яшин. Яшин, Яшин, Яшин. Где-то я слышал эту фамилию. Я... Я известный фокусник. Скажи, что ты опять падаешь? Опять проходи акробатику. Лёгкую акробатику. Лёгкую? Да, да. Я не то кинула, ну ладно. Да нет, нормально. Нет, ты всё то кинула. Ну не акробатику, а координация, как бы я называю акробатикой. По-моему, а, ну у тебя один успех, ну ты приземляешься на, этот, на ногу и хвост. Место двух ног. За счёт преимущества, он так смотрит на тебя, как бы с этой стороны. А, да, точно, точно. Ну какими судьбами к нам? Ты замечаешь, что там есть нижнее окошечко для тебя? Да, да, да! Ты замечаешь, что там есть нижнее окошечко? И туда можно позвонить. Теперь я могу взять эту трубочку и... Дзы-дзы. Тебе там открывает ещё один зверолюк. Такой же толстый, как первый. У меня нет знания, кто такой нет. Это ещё один кольт, похожий на Геннадия. Возможно, это сам Геннадий, потому что он таким голосом спрашивает. Я, конечно, не сомневаюсь, но ваши документы. О, блин. Оттуда она остается. Э! Э, куда? Чего? После этого раздается еще один пункт, который слышит Зизи. Пункт. Вызывает себе еще судьи. Окей. Она заходит. Одну минуточку. Я тогда забираюсь. Я же забираюсь. Спрашивай прощения. Можно документить? Нет. Зизи аккуратно заглядывает туда. Куда? А, внутрь? Да. Ты видишь, как кот катается дотянуться до этого, ну, как бы, своих документ-пограничника. А снизу ты видишь Геннадия, который стоит у тебя за спиной. Который ждет кота вот так вот наверх. Геннадий продолжает махать вот этим белешом в сторону. Хрю, кажется, бьет у него уже. И хрю он кричит. Ай! Ай! Шо делаешь, сволочь? Степану нравится. Ну, потом. Ладно, в общем, заходит она. Она заходит и, собственно, видит этот самый. Ну, ты видишь, ты видишь жирного вот этого товарища, он не хочет отдавать документы коту. В этот момент ты видишь, что, ну, вот, огромные ноги вот этого чувака толстого, который... Вот твой пограничник, вот этот кот, он находится между ног. Он тут так делает. ААА! И он роняет документы тебе в руки. Еее. И я сползаю в обратно-обратно. Он обычным образом дает тебе документы, говорит. А я, конечно, извиняюсь, но удачной дороги кушайте, не обляпайтесь. Не закрывай там. Ты можешь пройти? Да, да. ААААААААааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа